А сейчас Лина Берсон, или Берсон, Берсон, конечно Берсон. Ну, могу только коротко сказать, на сегодняшний день это один из моих любимых израильских павел. Я не торчу, а спешку в почту. Ничем не примечательная женщина пошла в ларек за полуфабрикатом, Чтобы потом в духовке сжечь его, ругаясь матом. Посуду, чем быстрее, тем неподвижнее, водой почти холодной перемыла. Меж тем, как жизнь, да ладно, жизнь ее, не проходила. Не проходила, будто приступ жадности у голубей, переборщивших спросом. Бросалась в двери, задыхалась с жалостью, глядела косо. Садилась у порога прямо в шапочке, в помятую коробку из-под торта, И думала, как старенькая шавочка, какого черта. Но, оставаясь средь живых до удури, она стирала пятна на стакане, Следя в окно за серо-бурой родиной, за огоньками. Мы спали в том доме, где Светка живет, жила. А утром вставали, садились вокруг стола. Коты отсыпались, а пес не в попад скулил. И дверь грохотала, и кто-то в окно курил. И дым растворялся в весеннем сыром дыму. И мы уходили, не сразу, по одному. Мы верили, даже когда покидали дом, что это на время, что скоро опять придем. Собака дождется, и чайник не закипит. Сирень задохнется, как выклеснувшийся спирт. И ночью в подъезде с разбитым окном во двор мы вспомним, что живы, как не были до сих пор. Но если мы живы, а это как дважды два, то значит и Светка, конечно, сейчас жива. Мне нужен Египет, чтоб выйти туда, где вход, в панельный последний, где Светка жила, живет. А двери закрыты, а море у самых глаз. И к этой свободе уже не пропустят нас. Весна распухла, как десна в развалах ваты. На море надо бы, но мне далековато. Соль, сода, йода, порошаемые гланды. А что еще я там забыла? Да и ладно. А раньше были, что не год, а лупка, ялта. Мне полчаса туда и тридцать лет обратно. Туда, где мамины черешневые серьги, багровым соком опрокинутые стенги, Летят в закат по остывающему пляжу. И я в тельваторе лечу туда, туда же. Стекло теплеет под рукой в потеках мыла. Мы к морю, где оно у вас? А я забыла. Нет, лучше я под слеповатую парадной, пальто зареванным, отмычкой виноградной, Свалюсь туда, где сквер с похмелья черен. И черствый снег в апреле пахнет морем. Стишок следующий, это памяти Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной. Писательница, певица и первая переводчица романа «Любовник Леди Чатерли». Таню-любовницу Лорда Чатерли в сорок сиреневом мае в Цаполе. Девочки Вере и сыну Ванечке вставили новые глазки пубовки. В каждом глазке по четыре дырочки. Девочка выросла, стала дурочкой. А мальчик не вырос, остался маленьким. Старым, да стремечка перепугана. Все, что любил, называл помехами. Вдруг уезжать, а оно прицелится. Вдруг убегать, а оно прицелится. Мама-то, мама, куда поехала? На Воркуту яху. Праха к праху. Таня с духами ее туманами. Холодно над выгребной ямой. Теплое место осенизатора Таня купила сегодня затемно. За безрукавку с клюшным кружевом. Да забирайте себе, что нужно вам. За спазмы в осипшем борли. А что не забрали, сперли. Таня на этом зачтется в свете. Таню прозвали гондон в корсете. Мол, не дает никому за сахар. Даже от страха. Таня, веселая брашна в морге. Выпей сегодня за тех, кто в море. Так выпало, что выплыло. Таня, не плачь. Ту-мачь. Еще один маленький скажу. Там вогнуты ветром стекла. И двери забиты в рамы. На верхнем играют баха. На нижнем играют гаммы. Не слушай, как зимний ветер. В оконные дуют щели. Играй на аккордеоне. Играй на виолончели. Пусть музыка неуместна, Как плесень в приличном доме. Играй на виолончели. Играй на аккордеоне. На пальце дыши за школой. А после, взлетев на третий, Играй на обум, не глядя, Гудящим в затылок свете. Коленями батареи. Позубные слезы пряча. Живее, всегда живее. И даже еще виваче. К прокуренному аккорду Над окостеневшим грифом. Склоняйся все ниже, ниже, Как будто к больному гриппам. Как неумолима нежность Сквозит по надбровным дугам. Как неутолима близость, Как близко негут друг к другу. И Моцарт с похмелья хрупок, Как день, что в чуду пригашен, Как быстрая жизнь собаки В районе соседнем с нашим.